Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Вы не поверите, мой директ, мои сообщения завалены буквально вашими письмами про то, что вы начали внедрять свой уход кислоты, ретинол и знакомство неудачное. Кто-то пишет, можно ли адаптировать как-то кожу к кислотам, кто-то пишет, ой, ретинол, кажется, мне не подходит. Начинаю расспрашивать, почему. Выясняется, что человек тоже не адаптировал кожу и сразу стал его использовать. Давайте коротко напомню азы. Кислотам кожу, если вы уже, например, используете, ну, к примеру, тоник с 10% гликолевой кислотой, вот к такому тонику кожу адаптировать нельзя. То есть это не ретинол, мы об этом поговорим чуть позже. Вы начинаете использовать кислоты высокой концентрации, у вас на них раздражение, с большей долей вероятности так и будет. Что делать, чтобы адаптировать свою кожу кислотам, если вы новичок в кислотах? Покажу вам сегодня пример тоника. Начинайте с маленьких процентов и начинайте с самых безобидных кислот, например, с миндальной. Вот это самый верный путь. Что касается ретинола. Реакция на ретинол, как правило, начинается, когда ретинол в концентрации 0,5% и, как правило, когда ретинол прямого действия. То есть прямым мы называем с вами ретинол неинкапсулированный. Если средства с ретинолом качественные, ретинол инкапсулированный, даже бюджетные, достаточно доступные бренды есть такие, которые выпускают такие продукты, или оно хорошо сбалансировано, этот продукт, тогда такие продукты достаточно дороги, например, как у бренда Sue Skin. И особенно если там используются какие-то прогрессивные современные формы ретиноидов, не ретинол, например, а ретиналь, или опять же тот же инкапсулированный ретинол. Обычно период адаптации проходит очень-очень легко, но мы все разные, поэтому, конечно, что-то такое да может быть. Поэтому я еще раз решила вам напомнить о постулатах ухода за кожей в такой период, когда вы начинаете использовать кислоты и ретинол. И покажу вам примеры средств, которые прекрасно, по моему мнению, для этого подойдут. Здесь будут как новинки, продукты которых вы еще не видели, так и те продукты, которые я обожаю, и никогда не устану их рекомендовать, потому что они действительно одни из самых-самых лучших. Итак, первое. В период, когда вы начинаете использовать кислоты, активные пилинги с большим процентом кислот, когда вы начинаете использовать ретинол, или пусть даже ретиноиды, а уж тем более такой ретиноид, как третинаин, или кто-то сейчас сидит на дополение, на эфизеле, кстати, он появился в аптеках, смотрите, его долго не было, он появился, я сама купила себе. В принципе, всегда главное правило. Очищайте кожу так, как будто бы она у вас очень сухая. Не покупайте агрессивные умывалки. Если говорить про двухэтапное очищение, можно и нужно. У меня сейчас масло в руках органовое, моё любимое от бренда Гремлин. Вот я уже купила вторую упаковку, оно появилось в наличии. Опять, пожалуйста, ловите. Потому что масло изумительное. Это один из моих самых любимых продуктов среди бальзамов. Вот без ложной какой-то скромности. Просто изумительный. Упаковка, запах, как смывает. Да, есть люди, которым оно не понравилось. Например, одна девочка в Телеграме мне написала, что у неё это масло не смывается с кожи. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Может быть, её экземпляр испортился, или это поделка. Потому что я даже не могу понять вообще. Я его так много всегда наливаю в ладонь, и вот лицо, шею, декольте обрабатываю. Это одно из лучших масел. Оно не оставляет плёнки в глазах. Оно идеально смывает макияж и загрязнение. И прекрасно смывается само. Деликатнейший просто продукт. Никакого не раздражения, ничего. Кто у меня на консультациях с жирной крупнопористой кожей, хорошо переносится, поры не забивает. Но это просто средство-идеал, идеал. При учёте особенно цена, качество, объём. Это же бутылка-то, вы видите, какая. Но это же просто чудо. Так, грязную бутылку вам показывать не буду, покажу чистую. И, кстати, пенки у этого бренда для очищения, там, зелёным чаем, они тоже очень хорошие. Тоже очень хорошие, большой объём. Ну, этот бренд вообще любит какие-то гигантомания. Поэтому обратите внимание, это действительно очень здорово. И потом обязательно лёгкой-лёгкой пенкой пройдитесь для очищения кожи. Вот ухаживайте за своей кожей так, как будто бы она у вас экстра сухая. Что, собственно говоря, по сути так и есть. Если вы начинаете адаптироваться к ретинолу, ретинол достаточно здорово себя регулирует. Она у вас и правда может стать экстра сухой. Поэтому не перебарщивайте. Вот раньше пользовались, особенно летом, у кого кожа жирная, какой-нибудь такой умывалкой, что ох, прям очищала. Вот на период использования ретинола и кислот не надо. Пусть это будет лёгкая крем-пенка или вообще крем для очищения кожи. Да, вот это имейте в виду. Тонизирование. Какие-то успокаивающие тоники, какие-то спреи. Это новинка от Доктор Альба. Это новая сенсация. Это сейчас все побегут покупать. И это обещает побить вообще все рекорды продаж, мне кажется, от Доктор Альба. Потому что это их вариация, их легендарные сыворотки. Но вы видите золотую упаковку, необычное такое оформление. Это версия Суприм. Вот та самая сыворотка легендарная. У меня есть отдельное видео про Де Альба. Доктор Альба всегда говорю, а Де Альба называется бренд. Так вот, у меня есть отдельное видео про Дальба. И там мы подробно-преподробно с вами рассматриваем, в чём феноменальность этой сыворотки. Почему она уже много лет, это тоник-сыворотка-спрей. Вот такой гибридный продукт. И вот в том видео, кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите. Мы обсуждаем, в чём феноменальность этого продукта, почему он до сих пор не потерял своих позиций. Объём 100 мл, такой вот слиток. И сама сыворотка выглядит вот так. Её можно использовать, конечно, как тоник. Сразу же после того, как вы умылись, просто распылить на лицо. Естественно, трюфель тут высочайшей концентрации. Но что интересно, вообще перечень ингредиентов у этого продукта, он не заканчивается. То есть он уходит куда-то в небо, это бесконечный какой-то состав. Но здесь больше профил масел, больше компонентов питательных, больше компонентов, которые дают такое сияние лицу. Но при этом вот очень интересно. Я сравнивала с оригинальной версией этой сыворотки. И ощущения они оставляют на коже одни и те же. То есть нет такого, что вот эта сыворотка, она явно тут более питательная, масел больше и вот всё, жирный блин. Нет. Она очень хорошо ощущается на коже. То есть я вот тактильно, скажем, по ощущениям на коже не заметила большой разницы. Но она действительно... Вот вы знаете, мне показалось, что это как вот их классическая сыворотка, вот эта легендарная. Только помноженная на 2. Она называется Supreme Intensive Serum, да, то есть интенсивная. То есть они здесь увеличили процент активов, которые они используют в классической сыворотке Дальба с белым трюфелем. Очень интересный продукт. Я думаю, что сейчас он будет греметь. Сейчас очень многие будут его покупать. Вот как раз в контексте успокоения кожи это то, что нужно. Потому что здесь и пребиотики, и чего тут только нет. Это вот то, что действительно идеально подходит. Но, к слову, у бренда есть такая же сыворотка. Она прям специально для чувствительной кожи. Розовенькая такая, обратите внимание. Ну и бренд Elevan. Он нас всегда с вами выручает. Дело в том, что у бренда есть специализированный, успокаивающий, балансирующий тоник. Он называется Page Balancing. В белой большой упаковке 200 мл. Бренд тоже страдает гигантоманией. У них все продукты большой упаковки. И у тоника абсолютно водянистая текстура. Запаха я особо никакого не чувствую. Продукты с синтеллой азиатской и с ферментированными соемыми бобами. Они тоже очень хорошо успокаивают кожу. Подходит к коже зрелой. Все компоненты, которые будут кожу успокаивать. Вот все тут просто как на выставке, что называется. Гиалуроновая кислота, бетаин, неоцинамид. Поэтому вот, пожалуйста, вам пример тоника, успокаивающего, балансирующего. Как раз в ситуации, когда вы на ретиноле и кислотах сидите, как мы говорим. А как быть с эксфолиацией в такой период? Что я имею в виду? Вот вы ввели в уход ретинол. Кожа начинает шелушиться. Я категорически не согласна с мнением, что ретинол действует как эксфолиант и что он отшелушивает. То, что кожа шелушится, а она действительно шелушится от ретинола, потому что он стимулирует деление кератиноцита в базальном слое. И они там иногда, бедные, так неистово начинают обновляться, что до поверхности кожи доходит, не теряя своего ядра. И вот тут мы начинаем с вами наблюдать все эти явления реактивности на коже. Ретинолевые дерматиты, напомню, это вариант нормы. Это не показатель того, что ретинол вам не подходит, просто нужно кожу адаптировать. Так вот, вопрос. Моя кожа такая сухая, чувствительная, упаси бог, еще и тут дерматит. Как мне ее отшелушивать? Ну, слушайте, если у вас уже дерматит, ее просто нужно оставить в покое. Ее не надо не отшелушивать, вообще не дышать на нее. Используйте липидовосстанавливающий какой-нибудь крем. Я вам покажу пример такого крема, вот идеального, который помогает быстро все это сделать. И вообще здоровая кожа без патологии, она в течение 7 дней придет в норму. То есть эпидермальный барьер восстановится. Если кожа не показывает никаких негативных реакций, ну вот шелушится, например, хочется отшелушивать. Ну тут вопрос. А с чем сочетать? А как? А какими кислотами не усугубить? Потому что можно здорово усугубить на самом деле. Используйте ли какие-то пилинги. Когда ваша кожа уже адаптировалась, вы сами поймете, когда пора что-то использовать, там, например, серьезный пилинг. Пока она в периоде адаптации, пока вы еще толком не понимаете, как кожа реагирует на ретинол, я рекомендую для эксфолиации что-то очень гуманное. Здесь эталонным абсолютно является миндальный тоник с 5% миндальной кислотой от бренда By Wishtrend. Это действительно эталонный продукт. Продукт, который очень мягко отшелушивает, очень мягко выравнивает рельеф кожи, но эффективно. Я не имею в виду, что вы через месяц только поймете, что, ой, я, оказывается, кислотный тоник использовала. Нет, результат будет, просто все так мягко, все так органично. Но это миндальная кислота, она всегда хорошо переносится, что ж уж тут, такая она молодец, подходит и людям с очень чувствительной кожей, подходит людям с жирной кожей, с акне и так далее, и так далее. Поэтому тут вообще никаких нареканий. Поэтому вот вам вариант номер раз, тоник с миндальной кислотой, он в своей категории, вот именно с миндальной, кстати, By Wishtrend, уже много-много лет один из лучших, вот поэтому имейте его в виду. И у этого же бренда есть энзимная пудра. Вот когда мы говорим с вами про щадящее отшелушивание кожи, не забывайте про энзимы. Вам почему-то в голову всегда приходят, в первую очередь, какие-то пилинги-скатки. Я не говорю, что это плохо, но вот прям такая интересная сразу у вас параллель, что, значит, самый щадящий пилинг – это пилинг-скатка. Ну, на самом деле, это правда самый щадящий, но что-то есть поинтереснее. Вот энзимы, мне кажется, гораздо интереснее, чем пилинги-скатки. Скрабы почему-то вам начинают в голову приходить, это неправильная мысль, гоните ее от себя. А вот энзимные пудры – это действительно удивительный вариант. И вот эта энзимная пудра, вопреки всему, казалось бы, такой популярный продукт и так давно на рынке, я ее попробовала только недавно. Она мне так понравилась, она такая необычная. Дело в том, что эта энзимная пудра, она как будто бы содержит какие-то кристаллики. То есть помимо того, что там есть папаин, пудра зеленого чая, она такую текстуру своеобразную придает, там еще как будто бы есть какие-то кристаллики, которые тают на коже по мере того, как вы эту пудру массируете. Мягко отшелушивает, никакой негативной реакции. И помните, что энзимы работают только в пределах рогового слоя кожи. Вот тут, ну совсем поверхностно, в то время как кислоты у нас с вами проникают вот к этой вот линии. Это и есть базальная мембрана вот тут у нас. Энзимы работают только в роговом слое кожи. Они живые клетки не трогают, не умеют. Их задача – разрушить корнеодисмосомы. Это мостики так называемые, которые корнеоциты сцепляют между собой в роговом слое. И все, и все. Энзимы не трогают живую кожу, не трогают живые клетки. Поэтому они показаны людям даже дерматологическими диагнозами. И поэтому в период адаптации к ретинолу, к кислотам, вот энзимные пудры, в частности вот этот Байобиштренд, я считаю, просто идеальный вариант. Нужно обязательно поговорить про липидовосстанавливающий уход. И уход, который снимает раздражение. Уход, который обладает барьерными функциями. Потому что очень многие сталкиваются с таким явлением, что кожа при применении ретинола, она становится как будто бы ослабленная, тоненькая. И вот клиенты мне, например, говорят, которые переживают по поводу своего первого знакомства с ретинолом, что Ксения, мне кажется, у меня кожа стала хуже, чем была. Она стала тоньше, она стала суше. И у меня как будто бы появилось на этом фоне еще больше морщин. Как же так? Да, вы же мне подбирали средства от морщин. С ретинолом такая штука бывает, поэтому обязательно нужно делать акцент на хороший липидовосстанавливающий уход. Если дошло до того, что вот как раз-таки у вас кожа стала сухая, тонкая и стало как будто бы еще больше морщин, тут нужна тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия всегда у нас с вами будет ламеллярная эмульсия, потому что ламеллярная эмульсия такая вот хорошая, традиционная, жидкокристаллическая эмульсия, которая такой даже как будто бы какой-то влажный след оставляет на коже. Вот не впитывается в ноль, а оставляет влажный след. Вот C.U. Skin Cleanup Moisture Balancing Cream, вот из их дерматологической линейки, он до сих пор один из лучших и уже много лет один из лучших, действительно. У этого крема, еще раз повторюсь, текстура классической ламеллярной эмульсии. То есть это надо попробовать один раз, это невозможно описать словами. Он как будто бы плотный, он чуть ли не бальзамный такой, вы посмотрите, но на коже он растворяется и впитывается. Это и есть ламеллярная эмульсия. Она не просто вот как кондиционирует кожу поверхностно и ее как-то вот умасливает, а она по-настоящему проникает в эпидермальный барьер и его восстанавливает. И восстанавливает очень быстро. Вы результат, вы облегчение, вот особенно, знаете, бывает от ретинола, лицо аж натянуло вот так. Вы облегчение почувствуете с первого применения. Вот этот вот крем от C.U. Skin, он эталонный, вот тоже эталонный. По соотношению цена-качество, опять же, объем, тут, конечно, он не ахти какой гигантский, 50 мл, но, вы знаете, немало. Это по-прежнему и уже не один год один из лучших кремов на рынке. Поэтому, пожалуйста, обратите на нее внимание, я бы вам не советовала на таких вещах экономить. Вот поймите правильно. То есть можно купить сейчас на рынке то, что называется ламеллярные эмульсии, даже у более бюджетных брендов, но это не ламеллярные эмульсии. Мы когда с вами начинаем анализировать состав, мы понимаем, что это псевдоламеллярная эмульсия или улучшенная простая эмульсия у того же бренда G-Love, например. Это прекрасно, но это немножко не то. А вот истинно ламеллярную эмульсию попробовать, вот этого уже дорогого стоит. Что еще мы с вами можем рассмотреть на случай вот такого вот казуса? И опять Брансюискин приходит нам на помощь. Но это крем достаточно специфический, но он необходим. Вы знаете, я бы даже рекомендовала, если не купить его, вот чтобы он там лежал на такой случае, но хотя бы иметь в виду. Это дерматологический крем, он называется Атомид. Как вы понимаете по названию, это крем для атопиков, то есть АТО первая часть слова. И это крем с барьерными функциями, потому что часто бывает так, что настолько кожа сохнет, что даже просто увлажнением здесь не справиться. И это уже густой крем, он достаточно плотный. Но вот в чем интересно, то есть если мы, например, будем его с вами сравнивать с каким-нибудь аналогичным, знаете, типа Лакобейс Репеа. Лакобейс Репеа лежит такой жирной пленкой. Он шикарен, бывает. Я сама, когда у меня был дерматит, сидела на нем. Но вот этот крем, он все-таки очень хорошо адаптирован. Он прекрасно впитывается, он хорошо ощущается. Нет вот этого, знаете, ощущения, что ты сухой какой-то панцирь у тебя, покрытый жиром. Вот это неприятное ощущение. Нет, он просто очень хорошо впитывается тоже достаточно, но при этом вот барьер он прям создает. И просто кожа становится комфортной, она успокаивается. Здесь и липидовосстанавливающие компоненты в составе успокаивающие, но состав, как всегда, у таких кремов минимальный, да, лаконичный, потому что здесь нельзя какой-то обширный состав. Такая кожа может быть очень уязвима. Она может сбрыкнуть и вообще среагировать на все, что угодно, даже там, что вы давно использовали, какой-то актив, да. Поэтому иногда бывает вот нужен такой крем, где минимум срез. Если мы говорим о такой нормальной чувствительности кожи, то есть никакой там патологии или там ничего непереносимого, то вы знаете, опять сию скин. Честно говоря, только сейчас сообразила, что все сию скин. Это удивительные средства. Вообще, это антивозрастная линейка. Это крем XC Regeneration Cream и XC Calm Ampoule, успокаивающая ампула. Дерматологически тестировано, вот даже крест нарисован на упаковке, чтобы вот медицинскую такую направленность обозначить. Я столько раз показывала эти средства, вы знаете, я никогда не устану этого делать. Они действительно шикарны. Причем я как-то на них все время смотрела на сайте и не могу сказать, что загоралось приобрести. А когда я попробовала эти средства, они меня поразили тем, что эффект с первого применения. Вообще, вы знаете, я бы сказала, что интересная особенность бренда Сию Скин заключается, что у них, в общем-то, у многих средств, которые я попробовала, есть вот этот самый эффект с первого применения. Здесь никакой специфики по текстурам, все наилегчайшее. Сыворотка, вы сами видели, это практически такой водянистый гель. Крем как будто бы очень легкий, но мне он очень нравится. Я люблю его под глаза наносить и на все лицо. Результат восхитительный. Я сама люблю очень сочетать вот после каких-то активов. Я очень люблю вот эту ампулу под маски под тканевые наслаивать специально. То есть для меня эти средства просто палочка-выручалочка. Крем у меня, кстати, даже, по-моему, практически уже закончился. Потому что действительно я оценила, мне очень-очень понравилось. Так что вот в этом бы случае я сказала, что это сочетание противовоспалительного успокаивающего ухода с антивозрастным. Потому что до этого, да, вот этот продукт, ламеллярная эмульсия, здесь нет антивозрастных бонусов. Они, естественно, придут, потому что если вы используете ламеллярную эмульсию, вы увидите, лицо разгладится. Я вам всегда говорю, что восстановление эпидермального барьера – это гораздо важнее, чем вы можете себе подумать. Ваша вообще степень удовлетворенности вашей кожи зависит именно от эпидермального барьера. Именно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Вот у этих, у двух кремов, они подойдут всем и каждому, и подростку, кто на дифирине, например, сидит, и физели. А вот этот вариант – это для кожи зрелой. То есть здесь не только регенерация в том смысле, что кожа там повреждена или она чувствительна, а еще и такой антивозрастной имеет посылка, нотацию. И вот я попробовала вот эти средства, потому что у меня очень положительно получилось знакомство. Недавно я вам показывала с брендом I'm From, с их линейкой и с фигой. И как раз-таки я готовила вот это видео, думаю, а дай-ка я возьму линейку с рисом. Потому что, ну, я взяла миниатюру эссенции легендарной. Я думаю, что мне будет достаточно просто, чтобы попробовать и вам рассказать. И крем их рисовый легендарный. Очень интересно, вы знаете, знаете почему? А дело в том, что вот я пробовала крем с полынью, еще что-то пробовала. И везде такие легкие текстуры. Думаю, ой, что же они придумали в этом случае? Белоснежная упаковка, сам продукт в стекле. А внутри находится плотный-плотный крем. Действительно плотный. И когда вы на кожу его наносите, вот эта плотность ощущается. Но нет пленки. Почему мы говорим с вами в контексте успокоения кожи о рисе? Рис очень богат аминокислотами. Рис богат белком. И рис, так же, как, например, проса, бусинник, сорга, соя, они очень хорошо, злаковые, вот эти, переносятся кожей. Такие злаковые подходят даже экстрачувствительной коже. И они ее быстро успокаивают действительно. Во многие злаковые входит мелиоцин. Это, кстати, вещество, которое таким некоторым лифтинг-эффектом обладает. Во многие злаковые входят редкие витамины, там, H, например, какой-нибудь. Поэтому вот злаковые, это даже, знаете, для регулярного ухода, для чувствительной кожи, я бы сказала, подойдет идеально. Злаковые, это должен быть ваш выбор, если у вас чувствительная кожа. Ну, а про эту эссенцию уже столько слов сказано. Вы посмотрите, какое чудо. Я ее, когда видела в обзорах, я видела, что она такая непрозрачная, но я не думала, что настолько. Это просто как будто молоко. Посмотрите. И одной этой эссенции, вот даже, может быть, менять, Юрия, если на сайте она есть, возьмите, попробуйте, уже достаточно. Она тоже очень интересно работает. Вообще, злаки, они не подводят. Вот сколько я пробовала в такой ситуации, и дорогие бренды, и более бюджетные со злаками, они не подводят. Злаки, это действительно выбор, еще раз повторюсь, для людей, в принципе, с априори даже чувствительной кожей, которым трудно подобрать уход при любых обстоятельствах. И еще в этом видео я хочу вам показать вот такой вот интересный продукт от бренда Дальба. Это новинка, это Double Serum and Cream, потому что здесь очень интересная упаковка. Не могу не показать это оформление. Очень интересные, кстати, новинки у Дальба выходят. Вот так вот открываете здесь. Здесь очень красиво. Смотрите, какая красивая упаковка. И здесь два сегмента с сывороткой и с кремом. И по составу продолжает линейку белый трюфель. А изначально гриб белый трюфель – это хороший адаптоген в первую очередь. И в белом трюфеле, не говоря уже про то, что здесь всегда и лизатые, и успокаивающие компоненты, всегда сам по себе белый трюфель способствует успокоению кожи. Наверное, я бы тоже сказала, что это не тот случай, когда лицо горит дерматит. А вот тоже вариант ухода за чувствительной кожей, но антивозрастного профиля. Вот я бы сказала так. Новинка очень интересная, я хотела вам ее показать. И мне очень нравится, что здесь единая крышка. А то, знаете, у бренда Medicaid, например, тоже есть подобное средство. И там один сегмент сначала крышечка открывается, второй. Я их вечно путаю потом. Мне вот, кстати, было это неудобно. А здесь прямо они здорово продумали. Мне нравится, что одна крышка снимается, и все. И ложечкой вы уже набираете, что вам нужно. Если мы с вами говорим про уход за кожей в период использования кислоты ретиноидов зимой, мы, конечно, с вами имеем в виду защиту от солнца. Если вы склонны к гиперпигментации, не пренебрегайте ей. Есть очень комфортные средства. Вот такая вот тройная защита. Sunscreen. Он достаточно хорошо ложится на кожу. У этого же бренда я показывала вам эти средства неоднократно. Есть Sebum Free средства. D'Alba тоже на современных химических фильтрах. Обратите внимание, великолепный продукт. Gremlin для городской жизни вообще идеален просто совершенно. И макияж на него прекрасно ложится, и тяжести вот этой вот нет на лице. Главное помните, лучший враг хорошего. И зачастую, когда вот нам дали отмашку, поехали, все, начинаем использовать кислоты ретинол. Некоторых несет, хочется скорее получить результат, скорее быстрее. И мы получаем негативные какие-то результаты. Поэтому, когда вы вводите в свой уход такие активы, пожалуйста, соблюдайте правила ухода, которые я сегодня обозначила и привела примеры. Еще раз. Экстра мягкое очищение, максимально деликатное отшелушивание, да, либо в виде энзимов, либо, например, вот тоника с миндальной кислотой. Обязательно запастись липидовосстанавливающим кремом, кремом на ламеллярной эмульсе, он относится к этой категории, или хотя бы хорошим барьерным кремом. Злаки потом уже поддерживаете, да, чтобы не было реактивности, безусловно, вот какие-то интересные, там, с эктаином, да, как от Сиоскин я вам показала, вот эту регенерирующую линейку, она же и антивозрастная. Вот это вот помните. Потому что действительно можно получить очень хороший результат от ретинола и кислот. Но ими можно и навредить. Понимаете? И затянется вот этот вот период. Мало того, что на улице холодрыга ветер, еще лицо как будто сейчас треснет, да. Поэтому берегите себя во всех смыслах этого слова. Спасибо, что были со мной. Всего хорошего. Пока.